друзья мои всем огромнейший привет с вами елена и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас 1 октября и правительство нам обещает опять кучу изменений давайте же разберемся и чуть-чуть я хочу опять также с вами поделиться полезной информацией так что же изменится в жизни россиян с 1 октября в плане нововведений октябрь обещает для россиян жару нам предстоят индексация заработной платы ура ура увеличением рот перемены в банках запуск очередной электронной платформы и возвращение к ограничениям так давайте же обо всем по порядку осторожность на первое место начнем животрепещущие темы которая волнует каждого гражданина российской федерации что столько было разговоров о том что с 20 сентября школьники вновь отправятся на дистанционное обучение и это в принципе так сейчас у меня сын восьмом классе обучается дистанционно но пока как бы ну потому что в их классе болеют несколько человек коронавирусом это к этому же до маленько добавляет болеют коронавирусом но сказали что к очному режиму дети вернутся поэтому не будем конечно же опускать руки вот если дети значит на дистанционное обучение то рабочие да мы работники пойдут на удаленку и ожидание постепенно как вы видите начинают сбываться но все не так мрачно количество зараженных коронавирусом лес резко увеличивается из каждым новым днем прибавляется на 30 процентов как бы это не звучало печально но эта статистика вот и несмотря на печальные данные категоричности заявлений роспотребнадзора московской мэрии руководители регионов а главное обращение главы государства не наблюдается как сказал сергей собянин это уже совсем не шутки это говорит о том что ситуация усложняется мэру уже начали принимать до какие-то значит меры да но это носит опять таким показательный характер да так сказать для остроты до маленько нас пощекотать за нарушение масочного режима некоторые крупные торговые сети уже получили многомиллионные штрафы друзья мои и это так если вы конечно в курсе этих событий больше 40 точек помельче которые уже прикрыты да и это тоже факт подтвержденный уже факт значит штрафы для российских граждан за нарушением масочно масочно перчаточного режима в общественных местах вырос сейчас в три раза то есть с 5000 до 15 тысяч рублей по местам школы и вузы постепенно переходит на дистанционку где-то полным составом другие выборочно про что я вам ранее сказала в зависимости от предмета это решает руководство образовательного учреждения так и перевод на дистанционное обучение не носит принудительный характер обратите на это внимание вот до мамочек с детками людей преклонного возраста или с хроническими болезнями просят максимально ограничить контакты и передвижение на общественном транспорте но прогулки на свежем воздухе и также посещение магазинов не запрещены и никто это конечно же не запретит также сергей собянин обратился к крупным предприятиям и корпорациям призвав перевести часть сотрудников на удаленную работу с оговоркой насколько позволяют возможности иными словами без финансовых потерь для организации и нарушений рабочего процесса то есть грубо говоря да что к ограничениям которые были у нас март-апрель все-таки мы скорее всего не вернемся также к россиянам обратился президент заявив что возврат к мартовским ограничением вот про что я вам говорю забежала вперед да не планируется это и понятно ведь очередное закрытие организации может привести к экономической пропасти и уже конкретной пропасти катастрофический рост безработицы в стране не нуждается в лишних комментариях все понятно и без слов и так какие же сюрпризы приготовила нам осень сейчас граждане нашей страны сосредоточены на единственном вопросе ведут ли вновь режим самоизоляции или нет но жизнь как говорится на этом не заканчивается и изменения конкретные изменения которые произойдут после 1 октября первое индексация заработной платы бюджетников на 3 процента ура я отношусь к бюджетникам повышение затронет следующей категории работников это сотрудники федеральных казенных бюджетных и автономных учреждений специалисты федеральных госорганов также индексируется заработная плата гражданского персонала воинских частей учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти включая судей в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба военнослужащим работником полиции росгвардии и иных силовых ведомств с 1 октября заработная плата повысится на 1 0 3 раза тоже замечательно и увеличение мрот минимальный размер заработной платы по москве поднимается до 20 тысяч триста шестьдесят одного рубля это на 166 рублей больше предыдущего показателя немного но хоть что-то нужно учитывать что подобное повышение проводится столице ежеквартально страховой лимит по банковским вкладам также очень полезно уровень возмущением возмещения повысился с 1 и 4 миллиона до 10 миллионов рублей нкао и малые фирмы смогут получать в октябре денежное возмещение в размере до 1 и 4 миллионов также это замечательно сообщение от пенсионного фонда с 1 октября перевод социальных выплат будет осуществляться только на карты платежной системы мир перевод пенсии на карты мир отложен до 31 октября 2020 года также новость от мосбиржи было сделано заявление о запуске новой электронной платформы фин услуги с доступом к офз это аналог госуслуг не путайте пожалуйста на площадке будет предоставить предоставлен обзор по кредитам страховкам вкладам в разных кредитных учреждениях с таблицей сравнения самых выгодных предложений и возврат госту и возврат госту контролю качество продукции расширен список продукции которая подлежит обязательной маркировки вот не так уж это и плохо а вы как думаете друзья мои по вот этим новым видением хорошо это или плохо все таки и также еще хотелось бы продолжить чуть-чуть маленько да совсем совсем чуть-чуть вашего еще внимание важная информация для всех получателей социальных выплат если вы являетесь получателем социальных выплат на карту а именно пенсии различных детских пособий пособий по безработице и другое то вам до 1 октября придется поменять карту на мир на эту карту с октября начнут перечисляться такие пособия как пенсионные выплаты и социальные по беременности родом а также пособия по уходу за ребенком выплаты по безработице ежемесячная выплата на 3 и последующего ребенка в случае наличие такой программы в вашем регионе ежемесячное пособие от 3 до 7 лет и пособие за воздействие радиации что поменяют после выше указанной даты то есть после 1 октября все социальные выплаты будут перечисляться только на карту мир или же на банковский расчетный счет которому не привязаны карточки другой платежной системы либо же переводом через почту россии это также все остается не забудьте сообщить также свои новые расчетные данные организациям где вы получаете выплаты как же оформить карту мир получить карту мир можно в любом банке партнере указаны в платежной системе для получения карты необходимо выбрать подходящий банк по вашему усмотрению узнать тарифы на выпуск карты и последующие ее исполнение подать заявление на выдачу карточки после того как карта будет готова конечно же получить ее друзья мои давайте обсудим обсудим вот эти вот изменения в комментариях я хочу маленьком вашей ответной до ответной реакции на видео к этим новым изменениям которые нас коснуться с 1 октября давайте обсудим давайте прокомментируем конечно же подписывайтесь на мой канал если видео понравилось поставьте пальчик вверх и конечно же отличнейшего вам настроения доброго вам дня и всем всего доброго доброго